Развитие туризма одно из важнейших направлений для столицы Заполярья. Наш город интересен в любое время года. Гостей Мурманской области всегда удивляет то, что летом солнце не заходит за горизонт даже ночью, а зимой они тщетно ждут, когда же наступит день. Какие экскурсии предлагают путешественникам в нашем городе и что пользуются особым спросом, выяснила наша съемочная группа. Прогулки по Кольскому заливу, посещение музея ледокола Ленин или самого северного океанариума в Европе. Вот короткий список мест, с которыми знакомятся туристы в нашем городе. Для того, чтобы им легче было составить себе экскурсионный маршрут, в гостинице «Арктика» открылся туристический информационный центр. Отсюда, как из такой точки, дальше информация будет распространяться в другие туристические информационные центры и обратно к туристу. То есть человек, который приезжает, он сможет воспользоваться информацией не только о городе Мурманске, но и о других центрах и о других территориях, которые у нас есть. А у нас, как известно, есть что предложить. 18 июня в столицу Заполярья прибыло самое большое круизное судно из всех когда-либо заходивших. С борта лайнера «Императрица» на берег вышла группа испанских туристов. Гости изумились, узнав, что летом солнце не заходит за горизонт ни днем, ни ночью. Каталонцы посетили храм Спас на водах и с восторгом фотографировали памятник Алеша. Этот памятник очень красив, он впечатляет своими размерами. Я очень люблю такие монументы, потому что они рассказывают о солдатах, сражавшихся на войне. Город мне понравился, но у меня было очень мало времени, чтобы посмотреть на него. Я бы хотела увидеть больше. Мне очень понравился памятник. Он невероятный. Информационный центр «Мурманск-Инфо-Арктика» создан для продвижения туристической привлекательности города. Здесь жители и гости Мурманска смогут получить всю необходимую информацию, спланировать путешествия, заказать тур или приобрести сувенирную продукцию. Если сотрудник информационного центра уже покинул свое рабочее место, турист может получить любую информацию из электронного терминала. Вот есть у нас, например, рубрикатор «Туристические маршруты». Мы предлагаем маршруты, наименование маршрутов. Мы говорим о компании, мы говорим об адресах, мы говорим о том, даже о ценообразовании, которое вам возможно туристу. Индивидуальный тур, значит, компании. То есть все это доступно сегодня. Террасы полярного мегаполиса, Мурманск литературный. Никто не забыт, ничто не забыто. Это лишь несколько экскурсионных маршрутов из огромного списка. В городе уже установили пять информационных терминалов. Один из них встречает путешественников прямо в аэропорту.